Привет друзья! Печень – это главный фильтр человека. Однако и такой орган периодически нуждается в помощи и очистке. Чем почистить печень правильно? Отдать предпочтение медикаментам, либо самостоятельно заняться домашним лечением. Как понять, что нужна очистка печени? Бесконтрольный прием любых препаратов для очистки печени, отваров и трав может негативно на функционировании печени. Однако, как же понять, что пришло время чистить печень? Ведь многие симптомы зашлаковывания железы совершенно незаметны для пациентов. Печень болит только в сложных клинических состояниях. Вырабатывая желчь, печень ферментирует ее в кишечник. В дальнейшем желчь расщепляет жиры. Если нарушается функционирование органа, желчь застаивается и густеет. Затем образуются мелкие соли в виде кристаллов, песок. Такие песчинки при неправильном лечении, либо его полном отсутствии склеиваются, образуя уже более крупные конгломераты. Наиболее крупные образования – камни, холестериновые и билирубиновые. Помимо дискомфорта, такое состояние может привести к сложным заболеваниям, таким как. Снижение иммунитета. Повышение артериального давления. Общее недомогание отеки конечностей. Рвота, диарея. Пигментация на коже. Темные пятна, пигментные, красные. Сонливость, усталость. Потеря в весе. Нарушение функций почек. Длительные головные боли, интоксикация организма. Ноющая боль в суставах. Тяжести вздутия в правом подреберье. Важно своевременно распознать причину такого состояния, провести полную диагностику заболевания, снизить нагрузку на печень. Противопоказания к очистке печени. Самостоятельный прием медикаментозных препаратов может привести к осложнению заболевания. Противопоказаниями к очистке печени в домашних условиях считаются. Простудные, острые, инфекционные заболевания. Нарушение пищеварительной системы. Тошнота, рвота, понос, запор. Заболевания в стадии обострения. Чаще хронический панкреатит, пиелоныфрит. Камни в протоках желчного пузыря, в почках. Гепатит любой формы, цирроз печени. Анкозаболевания любых органов. Беременность, лактация. Хронические заболевания сердечно-сосудистой системы. Гипертония третьей степени. Послеоперационный период. Инсульт. Можно ли проводить очистку печени лекарствами. Каждый организм человека индивидуален, степень нарушения функционирования печени или любого другого органа определяется исключительно с врачом. После проведения нужной диагностики можно говорить о назначении препаратов. Профилактическая очистка печени основана на приеме препаратов-гипотопротекторов. Данные лекарства помогают снизить уровень нагрузки на железу, очищают печень от застоявшейся желчи, нормализуют обмен веществ, в составе имеют растительные компоненты. Но важно помнить, самолечение в домашних условиях может привести к опасным состояниям. Корсил. Препарат чистят в комплексе. Желчный пузырь и печень содержат в себе концентрат, расторопший селимарина. Улучшает жировой обмен, способствует увеличению выработки фосфолипидов для расщепления жиров. Оказывает антитоксическое действие на клетки печени. Рекомендации по приему. 1-3 таблетки за сутки. Дозировка может корректироваться, в зависимости от индивидуальных особенностей организма человека. Максимальная доза корсила в целях профилактического лечения не должна превышать 12 таблеток за сутки. Продолжительность курса очистки – 90 дней. Алохол. Имеется экстракт чеснока, дополнительные желчные кислоты, ферментированные листья крапивы, белый активированный уголь, вспомогательные компоненты. Средство помогает образованию повышенного количества желчи, секреции ферментных кишечных соков, улучшенной перистальтики кишечника. Лечение около 3-4 недель раз в 180 дней. Дозировка средства определяется врачом индивидуально. Никодин. Препарат также оказывает противовоспалительное, желчегонное и регенерирующее воздействие на клетки печени. Средняя ценовая политика препарата позволяет проводить очистку печени регулярно, без излишней нагрузки на семейный бюджет. Курс лечения 3 недели через полгода. Магнезия. Выпускается как в виде инъекций для внутримышечного применения, так и в виде порошка для приготовления раствора. Имеет низкую ценовую категорию, однако для применения самостоятельно не рекомендовано по нескольким причинам. Понижает артериальное давление. Способствует разжижению крови. Повышает сонливость. Поэтому людям, которые управляют автотранспортом, имеют гипотонию и хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, важно проконсультироваться с лечащим врачом. Комплексная терапия холецистита застоя желчи эффективна с магнезией в виде порошка. Прием и дозировка рассчитывается в индивидуальном порядке. Холосос. Известное, недорогое средство, которое применяется в качестве профилактики застоя желчи во время обострения хронических заболеваний пищеварительного тракта, а также в качестве желчегонного препарата. Применяется как для детей, так и для взрослых. Выпускается в виде сладкого сиропа густой консистенции. Нормализует обмен веществ, способствует регенерации клеток печени, нормализует кислотно-щелочной баланс в желудке. Бенжигар. Предотвращает воспаление печени, защищает ее от токсинов, нормализует основные функции, улучшает детоксикационную способность, выводит накопившиеся шлаки. Диета поможет очистить печень. Все, что мы едим, попадает в кровь и разносится по всем органам. Поскольку печень – один из главных фильтров организма, то вся некачественная пища может навредить ее основным и важным функциям. Правильное питание нормализует обменные функции клеток печени, способствует ее регенерации, нормализует водный баланс всего организма, тем самым, разжижая кровь, избавляет железу от излишней нагрузки. Несколько советов и рекомендаций, как быстро почистить печень без лекарств дома. Жирная пища. Самый главный враг печени – это жирная и жареная пища. На ее переработку потребуется огромное количество ферментов. Печень работает регулярно и круглосуточно. А большое и постоянное употребление жирной, жареной еды только увеличивает нагрузку на орган. Железа не может справиться с высокой степенью нагрузки, и те шлаки, которые ранее она могла выводить самостоятельно, теперь накапливаются, оставаясь на потом. Умеренное и непостоянное употребление жирной животной и жареной пищи не будет вредить печени. Однако при таких симптомах, как тяжесть в правом подреберье, сухость во рту, горечь и налет на языке должны насторожить. Лучший вариант – разгрузочная неделя без жирного. Количество соли. Такой естественный и полезный компонент для каждого, как соль. Является важным минералом для нормального функционирования всех органов. Однако чрезмерное употребление соленой пищи, копчености, полуфабрикаты, консервация, могут спровоцировать тяжелые состояния печени. Важно употреблять минимальное количество соли. Для взрослого человека норма – 3 грамма в сутки. Все продукты лучше не досолить, заменить естественными продуктами питания, без использования каменной соли. Углеводы. Углеводы в виде шоколада, сладостей, конфет, провоцируют стремительное выделение гормонов. Поскольку печень является активным участником для гормонального фона всего организма, то она также усиленно работает на выделение нужного гормона и фермента для расщепления углевода. Исключить из рациона на время диеты важно шоколад, сахар в чистом виде. Лучше заменить на мед, полуфабрикаты, торты и пирожные. Увеличить прием железа. Поскольку печень имеет дело с переработкой крови всего организма, то для ее нормального функционирования крайне важно нормальное количество железа. Употребление биодобавок в виде витаминов дает только временный результат. Максимальная же польза будет только в том случае, если включить в свой рацион продукты питания, как говяжья печень, яблоки, орехи и сухофрукты, овес, салат, зелень, укроп, петрушка. Здоровое, сбалансированное питание поможет не только нормализовать обмен веществ всего организма, но и даст нужный отдых вашей печени, которая за время диеты сможет накопить силы для продуктивной и качественной работы в будущем. Если же вам нужно почистить печень от алкоголя, обязательно проконсультируйтесь с врачом. Как очистить печень народными средствами Большинство известных гипотопротекторов для печени содержат в себе комбинированные составляющие природного происхождения. Для профилактики можно использовать также и народные средства для очищения организма и печени в частности. Травяной отвар шиповник плюс одуванчик плюс крапива. Народная медицина в основе имеет многолетний опыт, который помогает избавиться от негативных последствий на печень во время приема некачественной пищи. Как быстро очистить печень в домашних условиях. Наиболее популярны отвары из таких трав, как шиповник, одуванчик и крапива. Шиповник нормализует обмен веществ, усиливает выработку желчи. Одуванчик выводит токсины и способствует очищению печени от скопившихся шлаков, является отличным сорбентом природного происхождения. Крапива также помогает вывести желчь со скопившимися токсинами либо шлаками. Для приготовления настоя необходимо собрать все травы, либо купить их в аптеке. Смешать все в равных пропорциях. 3 столовых ложки залить пол-литра кипяченой воды 90-95 градусов, накрыть крышкой и дать настояться до полного остывания. Принимать настой по 1 столовой ложке 3 раза в день перед едой, за 30-40 минут. Такой отвар способствует нормализации обмена веществ, усиливает выработку желчи, выводит шлак из печени. Курс приема 1 недели через 2 на протяжении 2 месяцев. Перед применением обязательно необходимо проконсультироваться у врача. Поскольку отвар имеет желчегонный эффект, нагрузка на почки также увеличивается. Ранее мы писали о том, как вылечить печень в домашних условиях. Печень – важный орган, который ежедневно перегоняет всю кровь по нескольку раз. Важно побеспокоиться о печени, своевременно назначив обследование и профилактическую терапию. При выборе варианта очищения печени нужно помнить только существующие противопоказания и возможные побочные эффекты. Все действия согласовывать с врачом. Делитесь этими важными знаниями с друзьями и берегите себя. Будьте здоровы!